Всех приветствую! На обзоре у нас новый игровой системный блок за 95 тысяч рублей. Вообще, вот эта конфигурация самая-самая популярная на сегодня, это связка процессора Core i5. 12400F, по мне, так это самый лучший на сегодня процессор, неоднократно я об этом говорю. Такой народный процессор, которого для всех задач хватает, никакого лишнего маркетинга, только высокопроизводительные ядра, никаких E-ядер и так далее. И связка с RTX 4060. И в самой обычной, простой конфигурации, то, что больше всего покупают, это стоит в районе 70 тысяч рублей. А этот системный блок у нас стоит ровно на 25 тысяч рублей дороже. И чего же здесь? 25 тысяч рублей, за что нужно переплатить? Хотя вы получаете абсолютно такую же производительность. Вот тест 3DMark у нас прошел, вот 10400, 10500 набирает в любом варианте, на любой видеокарте, связка i5-12400F и RTX 4060. Не будет он на 5% больше набирать, сколько бы вы денег сюда не вложили. Ну, для чего надо эти 25 тысяч вложить? По сути, вкладывают для того, чтобы в будущем можно было компьютер спокойно проапгрейдить. Если вы берете в самом простом варианте, то выше вот этой конфигурации i5-4060 особо и не прыгните. Нельзя будет поставить мощнее видеокарту, вы будете ограничены материнской платой по апгрейду процессора. У вас будет блок питания, который не вытянет мощнее видюшку и так далее. И вот эти 25 тысяч, это помимо вот этой неописуемой красоты, а здесь у нас все очень-очень симпатично, вы переплачиваете за возможность. Итак, платформа простой конфигурации идет на DDR4 памяти, здесь на памяти DDR5. Причем DDR5 память на 6 ГГц, Team Group, T-Force Delta, да еще и с RGB-подсветкой. Все это денег стоит, это кит-комплект, да еще и память на 30-х таймингах. Обратите внимание, очень большое на всю сторону закаленное стекло. Здесь даже корпус необычный, Duo Face, как мы любим, а Duo Face Pro, в который помещается любая видеокарта, вплоть до RTX 4090, спокойно можно будет поставить. Итак, возвращаясь к памяти, здесь у нас Team Group T-Force Delta с RGB-подсветкой 6 ГГц, 30-й тайминги, кит-комплект, два модуля, по 16 ГБ каждая беленькая, ну, дорого-богато. За это вы переплачиваете, если простой вариант DDR4 памяти выходит в 5600, то здесь в 12500, вот за это вы переплатили. Материнская плата, которая может прокормить тот же i7-12700KF, i5-13600, i7-13700, должна обладать хотя бы 14 фаз питания, чтобы условные 200 Вт переварить. Два доп. питания на процессор, чтобы эти 200 условные Вт могли зайти на материнскую плату и не подгореть эти разъёмчики. Соответственно, платформа с DDR5 памятью, уж если вы платите за материнскую плату, она должна быть всё-таки максимально современной. Два огромных радиатора на ключах, опять же, чтобы переварить эти 200 Вт. Ну и такие плюшки, как Wi-Fi приёмник с Bluetooth, разъёмчики Type-C, вот он на переднюю морду. У этой платы также будет присутствовать. Плюс будет радиатор под SSD-накопитель. Под ним находится у нас SSD на терабайт, но он будет и в комплектации за 70000 один и тот же, и в комплектации за 95. Башня у нас будет плюс-минус такая же, как в комплектации за 70. Четыре тепловые трубки, но, может быть, на этом вы сэкономите до 600-700 рублей, если поставите чуть проще, без подсветки. Здесь у нас башня и так недорогая, то есть она на ценник не влияет. А вот материнская плата в простом варианте стоит 6000 рублей, а в дорогом варианте стоит 15. 9000 рублей вы переплатили за вот эту возможность поставить более мощный процессор. SSD-накопитель, опять же, у нас на ценник не влияет. Корпус. Корпус у нас стоит 8000 рублей. Это Dooface Pro. Огромный, большой, продувной. Три вентилятора на вдув, один на выдув. Подсветка ARGB всего и вся. И есть разъемчик Type-C на верхней панели. Сюда помещается трехсекционная водянка, которая необходима будет для мощных процессоров, которые потребляют 180 Вт и выше. Иначе просто никакая система воздушного охлаждения не справится с данным процессором. Сюда это все поставить можно. Ну и самые большие видеокарты, даже вот штатная подставка под такие большие видеокарты у корпуса есть. Соответственно, надо вложиться в блок питания. Блок питания с сертификатом 8S Plus Bronze с двумя доп. питаниями. Тот блок питания, который спокойно будет вытягивать и уровень видеокарты 4070 Ti, если вы захотите. Ну и, соответственно, раз уж под такой красивый корпус мы используем, нам нужна видеокарта с двумя вентиляторами, чтобы она не потерялась в такой большой коробке. Также с RGB-подсветкой. Это KFA 2 версия X-White. В общем, за все вот эти плюшки 25 тысяч вы переплатили, но при этом получили красивый компьютер. Он будет абсолютно бесшумный и с возможностью модернизации по процессору и по видеокарте. Это именно тот залог, чтобы и через 10 лет этот компьютер был актуальный. В общем, такая красота стоит 95 тысяч рублей.